Продолжим выпуск. Занятия сразу в восьми учебных заведениях были сорваны после сообщения о заложенной бомбе. Так началось сегодняшнее утро учеников 2, 14, 31 и других школ октября. К слову, подобные сообщения в последнее время стали часто повторяться. Какую цель преследуют злоумышленники, представители правоохранительных органов точно сказать не могут. Однако следственные мероприятия ведутся полным ходом. Школа номер 2. В старой части города. Родители в спешке бегут забирать своих детей. И хоть информация о заложенной бомбе не подтвердилась, рисковать жизнями своих чад никто не хочет. Мне сказали, что детей забрать и все. А кто сказал, что детей забрать? А по иммузда? Это уже во второй раз. Нельзя же так играть с детьми. Что это за напасть? Откуда поступают такие сообщения? У наших детей уже стресс. Почему не ловят хулиганов? Дети еще в школе. Моя учится в 11 классе. Говорят, пока отпускают только начальные классы. А наши что? Не дети? Почему их жизнями рискуют? Написали сообщение в группе, чтобы срочно забрали детей. Думаю, специально все это делают хулиганы, чтобы сорвать уроки в школах и запугать народ. Сказать хоть что-то о случившемся решились только родители. Педагоги давать комментарии по этому поводу опасались. Есть теперь службы, подойдите к ним на ту калиточку. Как только поступило сообщение, на место немедленно выехала оперативная служба. Саперами проводилось обследование. Ни в одной из восьми школ взрывных устройств обнаружено не было. Найти злоумышленника представляет небольшую сложность в связи с тем, что сообщение приходит на электронный адрес. А лица, в прошлые годы были лица, которые звонят на сотовый телефон или же на стационарный телефон, они были найдены и привлечены к различным срокам заключения. В основном звонят местные жители. Иногда есть лица, которые находятся в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений, в шутку звонят. Учебный процесс продолжился после полной проверки всех учебных заведений, в которые поступили сообщения. Мы надеемся, что соответствующие органы проведут работы соответствующие, будут приняты меры, и для наших детей никакой опасности не будет в дальнейшем. Пропущенные уроки восстановятся? Пропущенные уроки, да. Если тема была пропущена, если новая тема была, учителя обязательно остановятся на данной теме. К слову, с начала года зафиксировано 7 подобных случаев, когда сообщают о заминировании учебных заведений. Ближайший произошел буквально 4 дня назад. Тогда говорилось о трех школах. Следственные мероприятия продолжаются. Ведутся работы по зафиксированию и задержанию злоумышленников. Динара Абдуалиева, Миржана Манжолов, телеканал Актубе.